Меня зовут Дмитрий Коробкин. Я хочу снять фильм о приключениях в поисках сокровищ. Из-за тебя люди любят такие фильмы, и он соберет кассу. Карамбо ТВ представляет. Желание ничего не делать, но при этом, чтобы у тебя все было, не погибает отечественных киноделов уже долгое время. И я не в смысле, что киноделы в нашей стране ничего не делают или делают так, что лучше бы не делали, но фонд кино вместе с государством дает им деньги на новые проекты. Нет, я про то, что у нас в стране полюбили делать фильмы о приключениях в поисках сокровищ. Тут тебе и «Пятая Центурия», тут тебе и «Искатели приключений» в 3D, тут тебе и фильм, от которого бог до сих пор плачет слезами, пропитанными душами миллионов самоубийц, «Большая ржака», ну и, конечно, несравненный «Невский дрифт». Вот и данный обзор про эту изнасилованную всеми кем можно тему. Это экшн-кино, и здесь дикое количество трюков, падений, здесь каждая сцена, в принципе, уже мини-экшн. Когда слоганом фильма является интернет-мем, это дно. А когда подобный фильм зарабатывают в прокате полтора миллиона долларов, у меня возникает пламенное желание создать организацию, окупая кинофиля и ловить зрителей, ходивших на это. Фильм для нас открывает Гоша Куценко, который за последнее время сменил много образов. На этот раз он играет Ивана Грозного, у которого есть свой личный карлик. Попер-коду. Горда, ханша Симбике. Сдала бы казну ханскую для себя, самую берегла на милость нашу. Так нет. Опалим, казань. Это сигнал! Начали, 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 начали! Я убью эту работу! Берегите природу, мать спасу! Как вы понимаете, плохой в этой ситуации злобный Иван Грозный, который ведом вовсе не тем, что хочет добить остатки монгольской империи. Нет. Он просто хочет золота мирного княжества. А доброе, милое Симбике, чьи предки в составе Золотой Орды шороху в княжестве московского наводили, хочет не дать безумцу завладеть сокровищами. Мы спрячем казну в древнем святилище дракона. Псам русского царя туда не добраться. Единственный минус, секрет о главном сокровище некому передать, а русские псы его не достойны. Но слава богу, на помощь приходит жир на боках. И мальчонка со славянским лицом становится хранителем секрета. Ну а нас переносит в Москву, в современность. Сегодня в Москве открыт первый экспериментальный военкомат. Заинтересовать призывника службой, а не затащить его в армию силой. Вот основная задача авторов инициативы. Армия сделает из ваших детей настоящих мужчин. Год бесплатного фитнеса, бесплатное питание, форма от ведущего кутюрье. Рюзистки, медсестры. Блядство, рожурат, наркотики. Именно на гастролях этого цирка на колесах должен выступить главный герой по имени Кирилл, роль которого исполнил музыкант, актер, певец, на зуде игрец и конократ Алексей Хэппи-энд Воробьев. Так, как я сделала его. Че, идиот? А че, потанцевать нельзя, что ли? Че, идиот? Мне потанцевать нельзя? Ты идиот? Мне потанец. Идиот. Спасибо, спасибо. Господи, ну почему Элвис-то опять? Хотя, скажем спасибо Воробьеву, его танец, похожий на конвульсию, вернул Элвиса в первоначальное положение. Если вы понимаете, о чем я. Начать свое ушепомрачительное пение Кирюша не успевает. Видите ли, он слаб на баб и поставил, не глядя, подпись. На некий документ просто потому, что девушка его попросила. Знаете, меня зовут Кирилл Николаев. Запомните это имя. Я очень люблю своих поклонников. У меня есть группа ВКонтакте. Всех добавляю в друзья. Сфоткаться? Скоро планируется запись альфома, съемки клипа. Тоши? Подписав документ, Кирюша становится первым, кого удалось завербовать в армию этим идиотским способом. Вот в армии и споешь. А вы можете на такой же концерт позвать Тимоти, Жолуди, Билайна и подобных? Вы знаете, я в армию очень хочу, но, к сожалению, не годик. Ясно? Шизофрении. Подпсиха хочешь? Да нет, судя по всему, само как-то получается. Ну а далее военный начинает вымогать взятку у Кирилла в размере 50 тысяч долларов. Я ж не Джастин Тимберлейк. Ну и я не Сердюков. Неужели вы думали, что бесить нас весь фильм будет лишь один Кирилл? Нет, нас знакомят с другими героями. Подхожу ли я в космические войска? Вот это яйцо. Слушай, че пусан Трэ расскажу еще. Смотрел сокровищок и там зачем она такая, говорит, яйцо. И все-таки яйцо, типа, про него он голый стоит. А это как-то рисунок из книжки. А! 2013 год. Протон М вон в небесную твердь вырезался. А вы все насилуете, старый гэг. В этот же кабинет влетает Кирилл и Старец, который рассказывает героям о сокровищах. Вот оно письмо ведет к золоту ведет. Это казна казанской ханши Тююмбике. Во-первых, Тююмбике. Вы вообще за сюжетом следите? И во-вторых, это самая нелепая завязка в фильмах о сокровищах за всю историю кинематографа. В смысле, Старец мог рассказать о кладе случайным людям в Макдаке, в маршрутке, в метро, в тюрьме или в военкомате на другой призывной комиссии. Уважаемый сценарист, почему Старец пришел именно в этот военкомат? I don't know. Несмотря на то, что старик говорил о сокровищах, все слышат разное. И вся эта погонь-порозень в Казань отправляется в поисках разного. Больная, чтобы найти аналог лохнерского чудовища. Электовый ящер. Вроде лохнерского. Только наш, российский, казанский подвид. Ах. Сумасшедший, чтобы найти инопланетян. День первый. Расшифровка кодовой шифрограммы дала местонахождение инопланетного корабля. Ах. Ну а Кирилл, чтобы откосить и разбогатеть. И вот настало время познакомиться с антагонистом фильма. Им является девушка по имени Даян. Ее играет хозяйка мандата от партии праведников и работяг. Пидорасы, блядь, а. Тюбаны выродки. Они, бля, понимают, что они нахуй делают или нет, а? Блистательная актриса. Таких, как ты, до Красной площади, блядь, раком не переставишь. Депутат, вершащий судьбы страны. Ладно, нахуй, не надо сейчас. И лоббирующий закон о культуре в кино. Че ржешь, мудак, смешно, да? Мария Кожевникова. Ты скотина. Ты ищешь ханские сокровища. Сокровища, кулечка, ну какая ж ты фантазерка. Алексей Воробьев, Мария Кожевникова. Тем временем на осере девушка по имени Гульнара решила отснять дополнительный эпизод «Чудаков». Гулечка, как я рада тебя видеть. Часы, без слова. Войны экологов с экологами за экологию. Сразу к Малахову в путь говорят «Автор ржет!» Вот это экшен. Мальчик режет канат экологов. И теперь будет наказан экологически чистым веслом. А, сейчас у меня в планах запись первого сингла, съемки видеоклипа, конечно же. И у меня, знаете... Ах да, Кожевникова играет рогатку. Идеал подрастающему поколению. Поэтому, ведомый молочными железами и приобретением букета, Кирилл лишается и куска карты, и яиц. Счава! Ну а совсем скоро должен лишиться жизни вместе с Гульнарой. Той самой из команды «Чудаков». Но, слава богу, лодку на базе плохих никто не привязал, и герои уплывают. Но, несмотря на хлесткие конечности, они сталкиваются с проблемой. Хэппи-энд! Руки убрал от головы. Чем занимаешься? Я студент. Громче. Студент. Деньги на кино откуда? Родители дали. Они знают, чем ты занимаешься, паскуда? Кто не знает? А что будет, если узнают? Отец убил бы. Еще бы, такое кино, конечно, убил бы. Но, естественно, герои выпрыгивают из лодки до взрыва, и взрывная волна их никак не колышет. Да и слуха у актера все равно нет, всем плевать. Тем не менее, Дайяна и ее ручной азиат думают иначе. На берег героев вытаскивает больная, она и передает бревна другу Гюзнары Рустему. Вот основная задача авторов инициативы. Гостям военного шоу в торжественной обстановке был представлен первый призывник этой экспериментальной системы. Отдать долг родине. Отслужив в год по подвольной лодке, Выйдет разному парню из Москвы. После этой довольно странной сцены Кирилл знакомится с ребятами. Ну а создатели раскрывают одного из персонажей более глубже. Папа? Папка? Я знал, я верю, что ты не бросил меня, папка! Я знаю, где искать тебя. Мы встретимся. Мы обязательно встретимся, папка! Да. Альберт! Иди кушать! Мам, а где папа? А твой папа улетел. А он планетянин. С планеты Сириус. Мам, а мы к папе на планету полетим? Я точно нет. А ты, может, и полетишь, когда вырастешь. Давай, иди жрать. А все грусти до матерей. А все грусти до матерей. Давай, давай. Садись. Че встал? Вы хотите, чтобы я смеялся над ребенком, который в детстве от матери алкоголички получил психологическую травму. Могли бы сделать еще смешнее, а, допустим, этого маленького мальчика в детстве изнасиловал бы бомж, который сказал, что он инопланетянин и, дескать, вступает с мальчиком в контакт. Оборжаться. Кирилл тем временем обманул Гумару и Рустема, представившись агентом спецслужб. Наивные казанские ребята верят и, соединив два куска карты, они отправляются к башне Сюмбике. Сюм кого? Сюмбике. В переводе с татарского «любимая госпожа». Че, она кривовато. Под кайфом строили? Это тебя под кайфом спецагенты отбирали. Гальнара с подружкой не успевает найти нужное, так как приезжает Даян и с помощью уровня своей побледушности охмуряет Куценку. Я знаю, что красивая, мне все это говорят. Каким-то образом, умея лишь один клочок карты, в отличие от героев, Даян вместе с Куценкой поднимаются на тот же этаж. Видимо, за сценарием фильма слежу лишь я один. Вы же смотритель. Смотреть любите? Внимательный зритель спросит, а почему люди, которые ходили внизу, не увидели Воробьева на отвесе и не начали кричать «прыгай»? Ааа, вот почему. Поград! Поград! Чисто. Держись! Я только что посмотрел отечественный ремейк французского фильма «Необратимость»? Что это, мать его, было? И the Oscar goes to Алексею Воробьеву. Субтитры делал DimaTorzok Ну и после демонстрации самой в мире ненавязчивой рекламы Здрасте. Здравствуйте. Акбарсбанк В театре герою встречают Даяну, которая каким-то образом узнает все то же, что и герои, при этом не находя ни карт, ни стрелочек Но можно с уверенностью сказать только одно Кирилл точно смотрел телеканал Союз Что там у вас? Не стоит А что это там? Ну что, опять вниз? Да, нам в подвал Сырость и запах мочи Естественно, никто ничего не охраняет И герои легко находят старую стену За которой они легко находят Отверстие для ключа В которое Кирилл может засунуть свое самолюбие Ведь ключ еще предстоит найти Ну а чтобы уйти из театра незаметно Они решают переодеться в театральные костюмы Но бездарное пение Кирилла выдает их И лисит на небесе И вон... Shut the fuck up, you can't! Ну и само собой весь этот бред ради того, чтобы они как бы выступили И зрители думали, что так и должно быть Я царь московская И всея Руси Как играют? Херово Конечно, все зрители восхищаются импровизацией Кирилла и Мифа... И Гомера И под бурные овации герою покидают представление Ребята, подождите Полет валькирий Вагнера? Вам не хватило одной оскверненной могилы? Есть закон об оскорблении чувств верующих Но закона о защите любителей музыки нет При этом музыка существует, а бога нет Квин, Элвис, Вагнер, все это использовали в самых сраных комедиях И вы хотите сказать после этого, что бог существует? Как бы мать его не так! Минутка ненависти подошла к концу Обзор продолжается в том же теплом настроении, что и до этого Приятного просмотра, любимый зритель Жива! Давай ключи, я поведу По-твоему, я плохо вожу? Нет, ты плохо играешь Кирилл неожиданно для себя самого догадывается, что ключом является нож А нож находится в музее Благо в музей пускают свадьбы И очень кстати чувства, которые словно феникс вспыхнули между героями Я пытаюсь говорить так ярко, потому что даже слепо-глухонемой не поверит в искренность этих чувств И пока Галера с Кириллом и Рустемом неумело пародируют один из друзей Оушена Потому что наших героев всего трое И не только поэтому Дайан приезжает на базу к хорошим, чтобы найти вторую часть карты Ну и конечно же в очередной раз жестоко изнасиловать очередную мелодию! На этот раз с проникновением талантов местного композитора Ох, бедный саундтрек из фильма Мортал Комбат Как раз в это время герои возвращаются с операцией Ну и пока они обдумывают, как выручить дедушку Наступает момент стыда для хорошего актера Сергея Шакурова Ничего я не хочу Кроме тебя, моя малышка Ты что ему вколол, а? Сыворотка правда Я подарю тебе платок И сапожки с каблужками А ты мне тебе пей-то И выше твоей стороны Решил потрахаться со звездой на халяву? На халяву попасть, блядь, в сверскую хронику, да? Да ты должен, блядь, хлопать в ладоши, что нахуй здесь рядом сидишь Я не поступаю Слушайте, вы можете разобраться, а? Сейчас и оказань тут соберется Оставляйте оружие в машине Не профессионально Гаймара с Кириллом везут деда в больницу А Рустем с помощью двух пистолет-пулеметов должен удержать неподвижными нескольких связанных людей Хочешь, я дам тебе вторую часть письма Сиумвике? Да Возьми, она у меня здесь Ну нахер Повернись В больнице дед начинает рассказ о сокровищах и рядом о совпадении уши греют сумасшедшая и больная Сокровищем озера Кабан на самом деле является вода жизни, которая дарует чуть ли не бессмертие Именно ее, видимо, пил Логан А золото это так, отвлечь внимание Оказывается, дед Галина и был тем молодым парнем, кому передали секрет И ту самую карту Как раз в тот момент, когда ручной Карли Грозного пробился в палаты И настало время сказать Добежать с секретом в здравии у мальчишки не получается Так как недостаточно утерли нос Заку Снайдеру Тем не менее, хранитель лишается части карты На некоторое время жизни и святой воды Мастером гоп-стопа был Иван, и он тоже стал долгожителем И неосознанно вернул к жизни хранителя Ну и само собой отпустил Космо, будто он рокер после распада СССР Он же по какой-то странной причине и принес вторую половинку карты в случайный военкомат Но вечер охерительных историй нарушил телефонный звонок Привет! Скучала? Я безумно Знаю, что вы ключик нашли Этот милый юноша совсем не умеет врать Особенно, когда его бьют Предлагаю обмен парня на ключ На расцвете у театра И дедушке в плане привет И как не вовремя приезжает военком Он-то и говорит Гербаре, что Кирилл никакой не агент Он идиот Гуля, подожди, Гуль Человека, с которым ты росла с детства и всегда была не разлей вода, похитили и могут убить в любой момент Потенциальный мужик, с которым ты знакома пару дней, наврал про свой род занятий Женщины? Нет Сценаристы? Ты кинофил или пидорас? Громче говори Я Никита Гюхра, используя похотливость героя, приковывает последнего к колесу При этом почти голым И сама убегает То ли от того, что Гюльмина сильно тряпками вены герою перевязала То ли от отчаяния Ведь весь фильм он подкатывал яйца к разным бабам и все ему отказывали На Кирилла снисходит флэшбэк И вдруг он понимает, что это та любовь Единственная и вечная Богом посланная И в тот момент, когда на любовь можно было практически повесить сумку Появляется военком Ну что, песенами помиримся? Кирилл вновь предлагает взятку военному И тот соглашается Хотя в первый раз Кирилл так взятку и не принес И все отправляются в подземелье Даян, Гузьма, Военком, Сумасшедший, Больная и Дурак То есть Кирилл При этом на кой-то взяли даже деда из больницы Товарищи Это же Зеланд Вы сделали открытие, окаменелость Как долго я тебя искала Пирамида усеченная Это портал к тебе, папа! Ах Несмотря на то, что буквально пять минут назад Кирилл все понял о своей настоящей любви Внезапно он выбирает золото А затем вновь понимает, что есть единственная любовь И ему больше ничего не нужно Какой же ты тупой со второго раза только понял! Фляжка рогалика, помню ее с детства Часы и бусы, это вещи мамы и папы Они поддались зову воды и растворились в ней Они теперь здесь навсегда Пошли, а то я думаю тебе навсегда Я не могу Пойдем? Там мои родители Сука бездушная, у тебя там дед умирает Почему на действительно судьбоносные события Ты почти никак не реагируешь А на события, которые ни на что не влияют Ты отвечаешь истерикой Дура, научись расставлять приоритеты Извините, что перебиваю Но у вас там дед умирает У вас нет времени, чтобы забрать флягу И спасти деда Но есть время, чтобы обсудить важные аспекты отношений Ведь об этом фильм И если убрать весь этот масштаб Все эти 74 тонны декораций Все эти 10 тонн воды, которые выливались Чтобы снять двухсекундный маленький кадр Если все это убрать То в итоге останутся два человека Которые должны были в этой жизни соединиться Об этом и кино Отсоси, Титаник Кирилл хочет быть уверен на все 100% Что ему дадут Поэтому он ныряет за флягой с живительной водой И очень не вовремя Ведь у подземелья начинает бомбить Что ты пытаешься сделать, Майкл? Сдвинуть его Думаю, там что-то может быть Давай я попробую Разбив преграду мокрым оружием Вся компашка всплывает, потому что она не тонет А так как у Кирилла не было Невского Он не смог выбраться и от нечего делать Пьет живительную воду Пока военком на поверхности все почести прибирает себе Тогда, руки за спину Я взял операцию в свои руки Вы ему хоть бы парик поправили Ну не в кадре же ей богу Тайна Джонс, она же Динара Тайшева Вам придется ответить на массу вопросов И как минимум покинуть нашу страну Не утоню в соплях, малыш Крутите, мама Ты ими сам, лодорь Дай сунду Самое время вспомнить слово самоуважение Где у вас тут театральное училище? Мне нужно записаться на курсы Без всяких водолазов Кирилл находит второй выход И ему помогает плохо нарисованная вода Которая потоком хлынула через плотно закрытую дыру в полу И Кирилл тоже всплыл Хэппи-энд Ты трейлер видел? Да, видел И непонятно было сразу, что фильм говно? По трейлеру нет Ага, а в паблике BadComedian писали, что фильм отстойный? Писали Но я не поверил, паблик говно и он дебил Че, забанили что ли? Клянусь достойно исполнять воинский долг Мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России Народ и Отечество Поздравляю Служу Российской Федерации Пока вы не начали радоваться, что Кирилла наконец-таки забрали От военкома мы узнаем, что Кирилл просто подставляет своих друзей, отправляя их в армию, а сам при этом не служит Шэм он ю Привет! Ну что, ребята, зажжем, а? Покажем грудь, а? О! И Лещенко пришел Сумасшедший и больная тоже влюбляются в друг друга Рустем находит какую-то бабу прям на присяге И тоже влюбляется Ну а Кирилл наконец-то поехал Матрос, стать страной Сказать, что буду смел Это моя винтовка Таких винтовок много Но эта винтовка моя Давай, сынок! 1, 2, 1, 2, 3, 4 Мне пришлось собрать все свое самообладание, чтобы кровь не брызнула из ушей Решил потрахаться со звездой на халяву На халяву попасть, блядь, в сверхскую хронику, да? Начинаются титры и нам показывают двух старцев, которые встретились первый раз после взятия Казани И казалось бы, конец фильма, ведь так Отключен телефон Забытые в сетях Я спрячу тебя навсегда в своих руках Это действительно хороший фильм Лучший фильм при сильных пищевых отравлениях А лучше ничего нет Альберт! Иди кушать! Мам, а где папа? А твой папа улетел А он планетяне С планеты Сириус Межгалактическая шлюха! А кто пропустил обзор на фильм Крепкий орешек 5 Хороший день, чтобы умереть от стыда Нажав на кнопку по центру экрана Или пройдя по ссылке в описании к видео Можно увидеть режиссерскую, дополненную Александр Усневский кат Дэмэгэрэф Эпик Эдишн версию Приятного просмотра Сем часов Исэберриз Зуд гэст Гэст Деснав Льв Папа Постарайся Постарайся хоть в этот раз не накосячить Эпика Впервые в Москве? Да. Впервые. Американец? Да, из Нью-Йорка. Вы коп? Да. Велком ту Москву! Жек! Отец? Живы будем, не помрем. Обнимемся? Да у нас семья не принято. В точку.